Привет, друзья! Это снова я. Ну что, я в Голландии. Я вам уже говорила. Еще первое утро, только как я вернулась. Во-первых, я, кстати, подумала, почему никогда не снимаю на селфи-палку. Гораздо лучше смотрится. Во-первых, лучше видно. Во-вторых, не так второй подбородок видно, если снимать сверху. Во-вторых, их тяжело держать. Что хотела сказать. Короче, мы сегодня вечером уже, точнее ночью летим отдыхать. Вот, поэтому сейчас ходила по магазинам, покупала одежду. Правда, не получилось так много всего набрать, потому что я хотела купить себе наушники Apple-овские, которые, знаете, без проводов. Я думала, что они стоят евро 100, что уже, в принципе, дорого для наушников, но оказалось, что они вообще стоят 180 почти евро без одного евро. Но я уже настроилась их купить, поэтому купила, и в итоге, конечно, на одежду у меня получилось меньше денег, что, конечно, очень обидно. Сейчас посмотрим, что за наушники. Вообще, надеюсь, хотя бы они хорошие и стоят того, потому что, конечно, цена на наушники бешеная. Хотя, наверное, для тех, кто покупает профессиональные всякие наушники, возможно, это не очень дорого. Я не знаю, какие вообще цены на наушники. Но мне всегда как-то жалко, на наушники тратят много денег. Так вот, я не буду вам показывать покупки. Я думаю, что потом буду вам просто на отдыхе показывать, когда буду что-то новенькое надевать. Я думаю, так будет интереснее смотреть. Ну и, да, решила просто снимать побольше, говорить побольше, потому что у меня просили. Потому что стало мало как-то говорить во влогах. Так что решила, что надо что-то с этим делать. Так что пока что ничего отдельного я вам не скажу. Единственное, что у меня сломался сегодня ноготь. Мне ехать на отдых с клеенным ногтем. Вот так. Так вот, значит, выглядит коробка. Вообще, на самом деле, я уже видела людей с таким наушниками. Я даже в России видела и думаю, как-то смешно смотрится. Даже думаю, глупо, что они их носят. А потом я подумала, почему я их не ношу. Потому что это очень удобно, когда никаких проводов нет, ничего не мешает. Вот сейчас вместе с вами откроем. Посмотрим вообще, насколько это работает, насколько это удобно. В общем, в чем, видимо, фишка. Вот эта вот штучка, которую я бы обычно подумала, что надо выбросить. Подставка типа для наушников. То она как бы заряжает эти наушники. Плохо в том, что их нужно заряжать. Потому что это непривычно для нас, что это новое. Но и хорошо. В общем, вот эта штучка подзаряжает наушники. То есть, пока вы их носите здесь, видимо, они заряжаются. Сами наушники тоже подзаряжаются. Я не могу заснять экран, потому что я снимаю на телефон. Может быть, когда-нибудь покажу. Короче, когда вы только открываете эту коробочку, на телефоне у вас автоматически появляется такая программка для... Да, показывает, сколько заряда у вас на наушниках, сколько заряда для этой штучки. Я думаю, что я нашла еще один минус этих наушников. Что если вы потеряете, они частенько делают вот так вот, чик, то вы останетесь без дорогущих наушников. Собственно говоря. Потому что у меня лично они часто выпадают. Хотя, наверное, это еще из-за того, что провод дергается, поэтому они выпадают. Возможно, так они и не будут выпадать, и все будет нормально. Короче, посмотрим, как вы дальше. Если у вас есть такие наушники, напишите, как они вам в действии. Я снимаю опять без селфи-палки. Ну, да ладно. Короче, разрушаем минус этих наушников. Я думала, что можно не заметить их и потерять. Но если ты вытаскиваешь один наушник из уха, он автоматически, второй тоже перестает играть. Так что если у вас один выпадет, и вы можете это не заметить, как казалось бы, то все-таки вы заметить должны, потому что перестанет играть музыка. Вот так. Вот такой вот нам пришел в чемодан. Ищите мой митон. На самом деле, чемодан пришел Рональдов. Не хотела открывать, но давайте откроем вместе уж. Кончик. В общем, такой вот чемодан. На самом деле, если честно, мне не нравится эта расцветка. Мне нравится коричневая. Но для мужчины, конечно, коричневая выглядит. Он очень какой-то нетрадиционной ориентации, что ли. Чемодан какой-то, как мне кажется. И мужу тоже так кажется. Вот. Вообще... Ладно, не буду до конца доставать. Думаю, что вам понятно. Вообще... Да, вообще... Он мне предлагал тоже чемодан, только коричневый, который мне нравится. Но я сказала, что, конечно, если ты мне подаришь, я не против. Но, в принципе, я предпочитаю сумочку. Потому что с чемоданами не настолько часто ездишь. И, например, если я в Россию поеду, как у нас швыряют чемоданы, да, я думаю, что не только у нас. Что-то в чемоданах может ничего не остаться через несколько поездок. И вообще сумочку как-то носишь чаще, почти каждый день или каждый день, не знаю, там, ну, в общем, чаще. Что сумка мне лично была бы гораздо более актуальна, чем чемодан. Поэтому мне чемодан не купили. Но сумку тоже еще не купили. Вот. Поэтому я теперь и без сумки, и без чемодана. В общем, продолжая тему наушников, оказывается, единственное неудобство, что нельзя переключать просто музыку. По крайней мере, на том плейере, на котором я слушаю, это не работает. А вообще, чтобы что-то переключить, единственная команда, которая там включается, два раза так вот щелкает. Короче, два раза включает, щелкаешь. Я вот сейчас нащелкала, что у меня выключалось видео. Включается Siri, и можно Siri сказать команду, например, там, стоп или погромче, потише. И тогда только будет или тише, или громче. А так нужно, в общем, делать это или с Apple Watch, если у вас есть, или с телефоном. Вот. Так что, короче, это неудобство. Девчонки и, возможно, мальчишки. Хочу вам посоветовать, кстати, пасту. Очень мне понравилась. У родителей как раз она была. Рокс отбеливающая. Да. Уну какая-то называется. И хочу сказать, что реально отбелились зубы натурально. Так вот выглядит именно. Вот. При том, что я дома тоже отбеливала зубы всякими полосками. Вот этими всякими white glow-ами и прочими. Все равно как-то у меня не настолько. Они были белые. Вот после этой пасты мне показалось, что они реально как-то отбелились. Вот. Так что купила себе еще с собой одну такую вот пасту. Сейчас буду еще раз ее пробовать. Посмотрю от нее. Доброй ночи, друзья. Точнее, наверное, у вас не ночь. Нет. Короче, мы поехали. Отдыхать. Среди ночи. Сиди в машине. Так что погнали вместе с нами. Доброе утро. Ну что, мы прилетели на Арубу, как всегда. Сидим, ждем нашей регистрации в отеле, пока пьем, я пью коктейль. Так, мы заехали в номер, наш отель, как всегда. Ренессанс, смотри, какой вид красивый. У нас хотели поселить другой номер, но моя мужка все-таки достала, нас поселили сюда, посмотреть, какая красивая. Можно в бассейн прыгать отсюда. Привет, друзья! Ох, жарище! Я, кстати, смартфон выключила, кондиционер надо обратно включить. В общем, я собралась на вечер, мы прилетели, только сегодня очень устала. На самом деле, я начала принимать допинг, мне врач выписала. поэтому стало как-то бодрее, хотя обычно я на Арубе вообще первые, практически недели, просто и первые дни, по крайней мере, точно сплю. Вот, а сейчас уже, кстати, ну реально помогает, получше стало. Мельдрелат мне, кстати, приписали, кому интересно, потому что у меня постоянно какая-то слабость, уже много лет. В общем, я пожаловалась врачу, она мне вот предложила таблетки. Но хотя для спортсменов они типа сейчас запрещены. Если кто-то в этой теме, я как бы не в теме. Вот. Ну да ладно, речь не об этом, хотела показать свой лучок. Вот. Сегодня ничего нового не надела. Я всегда первые дни на отдыхе, всегда как-то, два раза сказала слово всегда. В общем, особо не стараюсь и не надеваю там новые вещи. Думаю, подожду пока подзагорел чуть-чуть, тогда что-нибудь надену. Хотя по разным бывает. Сегодня наклеила реснички по настроению. Вот. Показать мое любимое зеркало, почему я люблю этот отель. Сейчас я вспомнила, это из-за зеркала. Ну реально очень крутое. Тут даже не то, что зеркало крутое, а крутое освещение, хотя сейчас, возможно, не настолько хорошо видно. Но когда красишься, просто идеальный свет и кожа идеальная. Знаете, так все кажется красиво и на фотках круто получается. Жалко, что мы в этом отеле только три дня, а потом мы поедем в Ритц, уже на оставшиеся все дни. А там свет плохой. Мне главное, чтобы фотографироваться красиво было. Так что вот такой лучок. Сейчас, в общем, пойдем кушать. Всем доброе утро, друзья. Я пошла загораюсь. У нас новый денечек. Сегодня вообще первый день целый, как мы приехали. У меня сегодня новые шортики. Заровские вот такие. И новые очочки. Хотя, мне кажется, они смотрятся лучше, когда макияж такой, глаз яркий и они просвечивают. Получается прикольно. Вот. Но тоже ничего. Буду смотреть на мир сквозь розовые очочки. У нас уже, как всегда, беспорядок в номере, как вы можете видеть. Вот. Муженек, как всегда, в казино. А я пошла загорать. Музыка. 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 Хочу показать вам покупочки Виктория Сиклет. Я не очень много купила. Хе. Сорри, я тут дожевала печеньку. В общем, такая косметичка. Я еще не смотрела, как она выглядит внутри. Я думаю это просто пустая, наверное. Вот. Надеюсь, что быстро не спачкаться. Вообще, там были симпатичные тканевые косметички, но тканевые, я думаю, спачкаться еще быстрее. Вот такая вот масочка. Новая у них тема, я, по-моему, еще не видела. Всякие маски появились, в том числе с гиалуроновой кислотой. Но говорят, что гиалуронка не проходит через всякие маски. Если ты просто на лицо наносишь, то нужно ее наносить, ну, точнее, уколами вовнутрь. Только дело, тогда она доходит до кожи, но не знаю. Еще купила трусики, сейчас такая же будет прикольная. Но, на самом деле, я в Голландии видела другие трусы, но почему-то их здесь не было. Там не купила, а здесь уже не было. В общем, спереди они такие обычные, довольно-таки, в горошек. А сзади идет вот такая вот решетка прикольная. И они есть просто с решеткой сзади, вот такой, как я взяла. А есть еще с подкладом, и потом сверху решетка. Но я не понимаю, в чем тогда прикол решетки. Короче, вначале они мне не сильно понравились, потом я подумала, что буду жалеть, что не купила. Потому что я люблю всякие необычные трусы у них покупать. В основном, в общем-то, я именно люблю необычные трусы, как с какие-то странные формы, с какими-нибудь сеточками. Это очень прикольно. Вот. Ну, пока что все. Для первого дня Виктория Сикрет. Привет, мои дорогие. У нас уже вечер наступил. Хотела показать вам свой отфит. Никуда не выбирая Рональдовскую футболку, все равно она везде торчит. Это, блин, ярко-оранжевая футболка. Я уже не знаю, что с ней делать. Короче, сегодня у меня новые, кстати, сережки. Сейчас попробую вам показать, потому что я не вижу, видно вам или нет. Покупала в Заре. В прошлый раз я купила наподобие таких розовые. Они у меня при надевании в первый раз сразу отвалилось две таких вот штучки. Поэтому я их вернула. А сейчас вот на свой страх и рис купила золотые. Вроде пока нормально, красиво. На удивление, кстати, настолько уж тяжелые. Вообще, кстати, у меня голова болит каждый день. Мне кажется, это из-за ботокса. Да, читала, что там первую неделю, может, голова болит, что вроде как это в норме. Но, конечно, это не очень приятно. Такие золотые туфельки. Моё любимое платьишко. Макаронистое. Вот что там, я не знаю, что это такое. Вот. В общем, такой видок. Сегодня в стиле, не знаю. Little Patti, I'll kill you in a birthday. Еще, знаете, хотела еще чего поговорить. Возможно, даже я уже на эту тему разговаривала, но поговорю еще раз. А вот общаетесь ли вы когда на отдыхе с другими людьми? Потому что муж постоянно говорит, что все ничего, но хотелось бы, чтобы ты общалась с другими людьми на отдыхе, типа как я. Но мне, например, неинтересна пустая болтовня с людьми, которых я вообще не знаю. И в основном это, да, именно такие пустые разговоры. То есть иногда люди бывают реально интересные, приятные, хочется с ними пообщаться. Но в большинстве своем это люди, которых, скорее всего, ты никогда больше не увидишь. И, ну, это и так понятно, что, может, не увидишь. Но именно что у тебя даже никакого желания как-то не возникает с ними снова встретиться. И, ну, в основном это просто разговоры ни о чем какие-то реально. То есть, как, я не знаю, как сказать. В общем, то, что в жизни, возможно, никак не используете. Там, ну, просто про чью-то семью слушать. Там, я не знаю, еще про что. То есть мне как-то это даже неинтересно. И я, в принципе, даже в основном не знаю вообще, про что говорить с людьми, которых я никогда не видела, которые из другой страны, у которых абсолютно другой менталитет. Ну, не знаю. В большинстве случаев мне неохота, неинтересно. И я наслаждаюсь тем, что я просто лежу, слушаю плеер, думаю о своем. Если мне захочется с кем-то поговорить, то я поговорю. Но так, чтобы постоянно со всеми вот общаться, у меня такого желания нету. Я уже думала, кто-то к нам пришел. Вот. Да, напишите, как вы, общаетесь ли вы с кем-то на отдыхе или нет. Ну, видимо, конечно, все люди разные. Но, в общем, сегодня муж тоже заобщался с одним парнем. Причем у него тоже девушка, которая ни с кем не общалась. И, в общем, мы решили, что у нас есть что-то общее. Ну, она голландка. Но в итоге мы позвали их на ужин, и они отказали, потому что девушка хотела побыть только... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok